Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с трёх до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, ещё раз. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня час вторая, сегодня 3 ноября 2020-го, четверг. По песне вы, наверное, догадались, что гость у меня в этом части особенный. Гость, который все эти годы был музыкальным редактором и является, остаётся музыкальным редактором Бутик Политик. Диджей Тайсон. И я поприветствую Диджей Тайсона уже сразу после коммерческой паузы, хотя Диджей уже в студии. Вот. Ну, чуть-чуть попозже мы перейдём к нашей беседе. Пока что, друзья, мы будем говорить... О чём мы будем говорить? Мы будем говорить о Нью-Йорке и о том, как сделать наш город привлекательным для его жителей снова. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Я рад приветствовать в Бутик Политик Олю Тайсон-Шумову. Раз-раз. Приветствую тебя. Здрасте. Хочу тебе сказать, во-первых, огромное спасибо за все эти годы, за всю музыку, которая играет в Бутик Политик, потому что она невероятна. И я знаю, люди реагируют и благодарят. И я всё время говорю, что это музыка от Диджей Тайсона, и я безбожно из твоих папок всегда все эти песни беру в основном, да, которые играют в Бутик Политик. Да, и они, их четыре обычно, пять в каждом часе, и поэтому это очень важный сегмент просто музыкальный, понимаешь? Я уже не говорю о музыкальных Thanksgiving editions, которые были, да, каждый Thanksgiving, потому что это день рождения программы, так каждый год я это делал. В этом году нет, потому что два часа музыки, наверное, слишком было много, и лучше было людям просто подарить музыку от Диджей Тайсона без всяческих политических комментариев. Но сегодня немножко другая ситуация. Во-первых, друзья мои, Бутик Политик, начиная с следующей недели, становится опять одночасовым. И с трёх до четырёх, начиная со следующей недели, начинается новый проект, он называется New York Inside Me, правильно, Оль? Именно так? Да, и это твой проект. Это мой личный проект, который у меня уже пару лет в интернете существует в форме музыкального стрима и в форме Instagram проекта, и вот теперь ещё подключается радиопрограмма, что, в принципе, меня очень радует. Какова сверхзадача музыкальной части? Мы поговорим о немузыкальной части тоже. Музыкальная часть, о чём? Музыкальная часть, ну, во-первых, друзья, всем здрасте, я вот сегодня первый, я совершенно по-другому себя чувствую. Я первый раз сижу на месте гостя. Я когда-то была, но на месте гостя, ну, как-то вот не на часовой программе, как-то всё это было эпизодически, а сегодня я прям реально, вот и давно не была в студии, я сегодня прям реально как в первый раз, как в гости пришла. Видишь. И поэтому я себя чувствую очень странно, не как на работе, не как, как будто сейчас я встану там, что-то там вам включу. Но включаю ведь, и вечером буду тоже включать с восьми, друзья, как вы помните, и каждый день. И вот теперь добавляется ещё с трёх до четырёх такой интересный час. Музыка там будет звучать, в принципе, совсем другая, нежели звучит в любой моей рубрике. Это представить сложно, даже, в принципе, мне сложно представить, но у меня есть конкретная задача, у меня есть конкретная идея, которую я решила воплотить, и я очень постараюсь это всё делать. Представляете, вот какую ещё другую музыку можно себе представить, чтобы она звучала? Ну, я рок, я играю, да? Да. Значит, электронику всякую продвинутую, ночную, всякую танцевальную я играю, этническую музыку я играю, этнопоп, значит, что я... В Бразилии ты меня научила тоже, да. Да, в Бразилии, приходите на учёбу любить бразильскую музыку, с удовольствием, это любовь в этот мир, бразильская музыка несёт любовь, а любовь в этот мир сейчас прям реально надо нести. Не хватает любви, да? Не хватает. Вот, и то есть разную музыку кручу, и все это знают, и у меня и Сиеста ещё есть по субботам, всё ещё продолжает выходить проект, вот. И, казалось бы, сложно представить себе ещё какую-то тему, но темой будет не музыкальная тема, друзья. У меня появилась идея компилировать разные музыкальные стили, разные эпохи, даже, наверное, разные языки, и это всё похоже на наш город. Ведь если мы слушаем песню на французском языке, если мы говорим, что это Париж, вот, ребят, сейчас я вам поставлю плейлист французское кафе про Париж, вот сейчас мы будем в Париже. Но если вдруг поставить песню на французском языке и сказать Нью-Йорк, то представляется себе не Париж, а представляется себе какое-то шикарное кафе, руптоп, естественно, вид на Манхэттен, и французская песня звучит. Правда? Подходит? Может. Подходит. И вот, знаете, любую песню, в принципе, ну как любую, очень достойную песню, можно притянуть под тему Нью-Йорка, что я, собственно, и собираюсь сделать. Ну, скорее, это будет больше в плане ритма. Ты планируешь это сделать более таким медленно размеренным? Смотри, я думаю, что время выхода программы с трех до четырех, это все-таки не такая уж сильная движуха. Это время такого, ну, обеденное. Кто-то ходит на ланч в это время, кто-то может... Отдыхает ночный обед, а днем спит. Я извиняюсь, дети спят днем, или там еще, ну, как бы такое в середине дня. Мне видится, что плейлист будет, конечно же, разный по настроению, потому что в Нью-Йорке разная погода. От погоды будет зависеть? Естественно, как любая моя рубрика, всегда зависит от погоды, от ситуации вокруг, от настроения слушателей. Они же рулят мной. И в Нью-Йорк инсайдме тоже можно будет рулить мной, также мне писать, вау, привет. И я могу задавать вам вопросы, типа, например, ребят, вот как вы сегодня Нью-Йорк ощущаете? Какие треки у вас на душе? Покажите мне ваше настроение. Люди пишут песни, и если эта песня соответствует тому, что уже начало звучать в программе, я подхватываю песню и говорю, вот, вы сегодня... Прямо действительно в настроении нашей программы вы с нами на одной волне, ребята, это называется. Вот так. Не секрет, что этот год был для этого города непростым. Вот, поэтому так проект, собственно, и пошел наш дальше, потому что хочется немножко сейчас нести других эмоций. Люди застопорились на том, на чем, в принципе, заострять внимание не надо бы, но настолько страшные нам ставят какие-то перспективы. Если нет вдруг, вы смотрите, если нет, то вот что. И люди на страхе начинают думать о другом. Мы, когда боимся, мы совершенно другие вещи совершаем. Да, это, кстати, заметно. Вот и все. Нас запугали, ребят, но мы все боимся. Кто-то боится... Я, например, вот боюсь маску дома забыть. Вот я иду куда-нибудь, я знаю, что меня ни в магазин не пустят, ни на какую-то мою другую работу. Меня никуда не пустят без маски. Реально, не зайти, не поесть, не купить ничего. И поэтому я вот боюсь... Люди боятся там другого чего-то. Люди боятся людей. Посмотри, шарахаются друг от друга теперь люди. Ну, хотят дистанцию, конечно. Да, нет, все понятно, почему, да, но итог-то. Мы видим, что люди шарахаются, люди, друзья встречаются и боятся обняться. Да, это понятно. И придумали, я видела, подростки... Мы их призываем продолжать, кстати. Да, подростки теперь, знаешь, как здороваются. Я видел, мне понравилось. Они локтями. Локтями все, и я здороваюсь. И девчонки. Да, все локтями здоровы. Это приятно. Скажи мне, пожалуйста, люди... Что дети тянутся. В этом году люди стали меньше любить наш город. Что можно сделать, чтобы люди опять, чтобы любовь к нашему городу вернулась? У нас ведь брендовый город, ты понимаешь. Ты говоришь, Нью-Йорк, и сразу понятно, как бы, Статуя Свободы. Ну да. Freedom Tower, Brooklyn Bridge, Верозана. Есть некоторые моменты, да, Landmarks, да, места в этом городе, Times Square, которые, Бродвей, которые являются его символами. Ну, то есть, когда ты говоришь, Нью-Йорк, ты определенный набор картинок все равно представляешь. Сразу видишь, да. И не так много, кстати, этих картинок. Вот тын-дын-дын-дын-дын, пять, шесть, семь, вот оп, Нью-Йорк. Ну, много, много. Ну, слушай, я имела в виду, что... Центропарк. Люди уезжают в Майами, люди уезжают в Майами. Слушай, люди уезжают от страха. Я же говорю, все происходит от страха. Людям не надоел Нью-Йорк, поверь мне. Люди уезжают от страха, потому что они видят, что происходит со школами. Это самая первая причина. У меня несколько друзей уехали из штата Нью-Йорк и даже из Майами. Уехали из-за того, что школы работают не так, как в центре страны. В общем, люди перевезли детей на нормальное обучение в хорошие школы. Вот. Это одна из причин, я думаю. Кто-то увозит за город маленьких детей или пожилых родителей. Кто-то, может, сам уже пожилой и едет сам, соответственно. Да, я вот уже подумываю. Я шучу. И я, наверное, тоже должна подумать уже. Ехать только некуда сильно. А так можно было бы на самом деле, да? Я не могу, нет. Понимаешь? Я люблю свой город. Понимаешь? Ты тут много лет здесь живешь? Я тебе о чем и говорю. Ну, куда я их? Ну, слушайте, не знаю. Мы себя как-то нашли здесь. А чего сразу бежать-то? Ну, мы не крысы с корабля. Это правда. Удивительно. Я, на самом деле, удивлен таким количеством русскоговорящих людей, которые все меньше и меньше к Крюненку привязаны. Что ты можешь делать в Нью-Йорк-инсайдме, чтобы это изменить? Ну, во-первых, знаешь, уж сказать, что я там всех буду призывать не бояться, это, наверное, как минимум будет странно звучать, если я из эфира буду. Друзья мои, ничего не бойтесь. И такой не очень посыл правильный. Пусть, естественно, все соблюдают то, что соблюдают, но прекратят именно внутренний истерит. Паника, чтобы... Да. А это как бы тоже страх, один из элементов этого всего. И поэтому хочется расслабить людей и людям напомнить. Во-первых, музыка моя будет, да, вот как мы говорили с тобой, от погоды она будет зависеть, от ситуации будет зависеть. Какие-то новости в нашем городе будут происходить. Естественно, плейлист будет зависеть, он не может не зависеть. Если вдруг ко мне придет какой-то гость, может быть, это будет гид по Нью-Йорку, или, может быть, это будет человек какой-то, относящийся к нашей администрации, ну, всякое может быть, понимаешь? Или художник какой-нибудь. Какой-то художник. У меня художников много, кстати, знакомых здесь прекрасных. У нас в Бруклине ребята живут потрясающие художники, с удовольствием позову. То есть, и вообще люди разных профессий, почему нет? Я знаю, что у нас в Нью-Йорке живут русскоязычные специалисты, очень крутые ребята и классные, и интересные люди из разных областей. Всех постепенно можно как-то друг с другом познакомить. Я не знаю, какая-то у меня такая вот просто добрая, приятная цель сделать что-то, чтобы мы все вспомнили. Предположим, я много знаю старой музыки и много знаю старых фильмов. И когда я смотрела старые фильмы по годам, выбирая исключительно американские фильмы, вот просто там типа 46-го года или там 52-го года, все фильмы подряд, что я могла найти, я смотрела. И очень много фильмов пропадалось про Нью-Йорк, естественно, потому что в 54-м году Нью-Йорк это был Нью-Йорк, точно такой же, как у нас сегодня. Только черно-белый. В кино? В кино, да. Но в 56-м году уже снимали цветное кино, конечно. Вот, грубо говоря. И, естественно, в этих фильмах какая-то музыка звучит атмосферная. Можно, опять же, людям рассказать про этот фильм. Что, посмотрите, ребята, мы живем в таком месте, оно ведь и модерновое, и крутое, и продвинутое, и в то же время такое древнее, и классическое, и такое красивое, и такое... Вот Централ Парк, он же рукотворный. Как это можно сказать? Если ты не знаешь об этом, вот тебя вот привели, сказали, вот, представляешь, какой ландшафт. И ты поверишь, потому что там все так натурально. Оказывается, ничего подобного. И вот какие-то такие моменты... Просто мой Инстаграм-проект уже идет два года примерно. Он тоже называется New York Insight, нижнее подчеркивание, Me. Друзья, серьезно, можно посмотреть, почему вас приглашают туда, потому что, скорее всего, я буду в процессе новой программы отсылать туда людей. У меня там огромное количество редких фотографий старинных видов Нью-Йорка. Есть сравнительные фотографии, например, там, 1915 год и сегодня. Или там... Вот все такое интересное. Вот раз об этом. Был момент, когда еще сразу после 11 сентября, когда вот все произошло 11 сентября, и потом стали продавать много-много фотографий старых на улицах в городе. В рамках и без рамок продавали по 10, по 15 долларов в штуку. И я увидел фотографию Skyline 21-го года. То есть вот как Downtown в 21-м году, и когда ты стоишь вот на проспект Пакпы Променаде, на Вашингтон, на Бруклин-Хайз, ну, знаешь, что это Променаде, когда ты там стоишь и смотришь через East River на... И видишь этот Skyline. И там, кстати, эти фотографии тоже продавались был момент. И ты можешь четко сравнить, что осталось от старых зданий, какие здания с 21-го года, а какие новые. Меня все это уже много лет воодушевляет, и поэтому я такой проект сделала именно ради этого. У меня там интересные цитаты про Нью-Йорк и всяких известных людей, или из каких-то фильмов. Цитаты крылатые. Они могут стать крылатыми. Кого-то они окрылят, эти цитаты, потому что это цитаты про город, в котором ты живешь, в конце концов. А этот город пишут мировые величины. И это приятно знать, и это приятно осознавать, и вспоминать об этом надо. А для русскоговорящих людей, в принципе, надо помнить, что сюда приезжал Маяковский и был в шоке от этого города. Сюда приезжал Высоцкий, и был в шоке от этого города. Ну, я не знаю, кто был не в шоке. Я думаю, что все, кто сюда попадал, а тем более, если они попадали сюда в 50-е годы, можешь себе представить? Я только могу себе представить чувства. А в 30-е, а в 20-е. Да, да, да. Небоскребы в 20-е годы. Конечно. Это сегодня каждый Дубай уже Дубай, понимаешь? И каждый Даунтаун. Понимаешь? Даже в Москве есть небоскребы. Я об этом и говорю, что сейчас уже никого небоскребами не удивить, но мы не будем забывать о том, что в 40-м году стояла Empire State, ребята. Мы первые. Понимаете? И можно пойти и потрогать эти камни, а эти камни несут в себе много, что это старинные древние камни. Ну, на 3-4 году мы построили Empire State. Короче, а камни копали-то когда? Представляешь, то есть эти камни тогда уже были древние, и сейчас еще плюс вот этот возраст. Это нормальный возраст камней, я думаю. Весь мир, короче, раньше смотрел на наш город как на сердце. А сейчас какое, ты думаешь, отношение в мире к нашему городу? Перестали завидовать? Перестали вот так смотреть с таким воодушевлением, как на... Ребята, я, честно говоря, первый раз сижу вот под этой лампой. Те, кто давно работает в эфире, наши ведущие, ребята, респект вам, вы привыкли к этому. Мне шарашат в глаза, я посмотрел на себя сейчас на камере, я выгляжу, как будто я китайский пчеловод, как минимум пришел на эфир. Я надела очки, это, конечно, не очень приятно, но приятно глазам, но неприятно, что я, Кир, не вижу тебя и чувствую себя как-то очень странно. Плохо видно, да, с очками? Ну да, то есть пересвет, но вот эта штука меня тоже очень отвлекает, конечно. Но я очень надеюсь, что я терплю это ради красивой картинки, и я выгляжу прекрасно. Изумительно. Изумительно. Под этой лампой, я имею в виду, хотя бы. Да, да. Вот, так, значит, ну. Мы говорили о том, что как раньше мир на нас смотрел, и как сегодня мир нас воспринимает. Как нас сегодня мир воспринимает? Ты же общаешься за границей. Я общаюсь, да. У тебя много очень подписчиков в разных местах мира. В Бразилии, я знаю. У меня есть по-разному. В Японии, в России, само собой. В Аргентине, везде-везде по всему миру. Те интеллигентные, умные люди, которые занимаются собой и своим головой, и которые не ведутся на всякую глупую провокацию, те люди как относились к Нью-Йорку, слава богу, так и относятся. Люди, которые переполняются завистью по какой-либо схеме. Ну, схем много, да. То есть, может быть, кто-то не смог сюда попасть или здесь удержаться. Есть такие люди, которые делали на этом себе имя на российском телевидении и радио, которые не смогли здесь удержаться как-то и потерпели крах и приехали... Не будем их называть. Да не, не будем, но приехали в Москву и начали говорить, а-а-а, ваша Америка, ваш Нью-Йорк. Нет, ребята, вы просто не смогли. Поэтому извините, у нас все хорошо. И я, на самом деле, тоже, когда вот комментарии просили, очень часто в пандемию, какие-то русскоязычные СМИ разные, вот расскажите, а что у вас, вот что? И я все время переслушивала когда то, что им рассказывала, все время думаю, я ни о чем негативном не рассказываю. Я удивительно запрограммировалась, даже сама этого не поняла, но я рассказывала всем про хорошее, что чисто, что красиво. Это до погромов еще было, чисто, красиво. Помнишь, когда была весна, когда цвели все деревья? Кстати, в этом году весна вообще была удивительная. И стоял тихий, чистый, прозрачный город, исключительный, пустой Нью-Йорк. Такое нельзя было себе представить ни в одном фильме, друзья, никогда. А мы видели это своими глазами. Да, карантин, да. Понимаете, и поэтому вот сейчас вот мы выбираемся из пандемии, и я считаю, что мы не можем это не отметить чем-то грандиозным, и я хочу поучаствовать, и поэтому я тащу свой проект чуть выше, и вот представляю его теперь вам. Я даже в Фейсбуке сильно о нем никогда у себя не писала, и я думаю, что те люди, у меня много слушателей, ребят, которые со мной на Фейсбуке, в друзьях, они меня там читают, даже, наверное, они не знают, что есть такой проект. Иногда друзья на Фейсбуке, френды, даже личные друзья не знают про этот проект. А теперь будут знать, и слава богу, потому что я вкладываю в него душу, и я стараюсь делать его интересным. Я там не гружу никого, сильно не умничаю, знаешь, у меня все просто. Какая-то цитата или какое-то фото наглядное, или какое-то очень прекрасное, красивое, поднимающее фото. И все, настроение. А музыка, что самое главное, да, будет в этой программе моей, музыка – это настроение Нью-Йорка, и идея такая, что где бы вы сейчас ни находились, друзья, в любом штате, в любой стране, на любом континенте, или вообще, может быть, вы сейчас, не знаю, летите в самолете и слушаете нас в записи, или даже по Wi-Fi. Сейчас это тоже возможно. Вы везде можете поймать настроение Нью-Йорка, если вы в этом заинтересованы. Это как съездить. А съездить сейчас нельзя. Да, да, кстати. А я предлагаю вам виртуально, а потом расскажу про какую-нибудь классную фотографию старинную и скажу, отправлю вас в Инстаграм, вы ее посмотрите. А я, считаю, делаю очень классные сторисы. У меня есть к этому, оказывается, призвание. Я такая, оказалась заводная. Скажи мне такую вещь. Бела. Закончится это дело все с пандемией рано или поздно. Конечно. Как ты считаешь, что мы должны сделать? Как отметить? Как Нью-Йорк должен отмечать победу в этой войне? Ух ты. Вот ты меня, Кирилл Валерьевич, первый раз вот так интервью берешь на серьезной основе. Я прям очень... Я знаю, за что тебя ценят великие столпы СМИ России. Ты, во-первых, задаешь очень хорошие вопросы. И человек аж приходит в себя. Надо сразу сообразить. То есть не просто там сидишь, отвечаешь что-то, да, понакатанный. Потому что вопросы все равно как-то так, плюс-минус, ты ожидаешь какие-то. А тут вдруг бам. Спасибо тебе, конечно. Ну вот как бы ты хотела отмечать? Давай, как ты бы хотела отметить окончание поднимения? Ты знаешь, я бы хотела отметить... На большом концерте? Нет, ни в коем случае. Я бы хотела отметить просто хорошим настроением людей. Пусть они даже бы оставались у себя дома, но вот если бы они выходили на улицу, то все бы вмиг бы стали как-то к друг другу, может быть, не знаю, добрее, ладно, но это как детский сад, знаешь, сейчас. Давайте все будем дружить. Нет. А вот именно... Выходной день надо сделать? Праздничный выходной день в Нью-Йорке, по крайней мере. Ты знаешь, я думаю, что сейчас эта схема не сработает. Это должно быть что-то новое. Смотри, мир стал другим. И теперь большими концертами, фестивалями, огромными выходными днями, чтобы люди могли тусоваться... Барбекю пожарить, мясо пожарить. Мне кажется, это пока не вернется. Потому что, объясню тебе, ты говоришь, вакцинация, начнется вакцинация, и все начнет. Всех вакцинируют. Послушай, смотри, никогда не может быть такого момента, когда вакцинируются все. Есть такой контингент людей, может быть, я удивлю кого-то, друзья, но у людей есть отводы от прививок серьезные. Есть, есть, есть. Ну, herd immunity, когда вакцинируется хотя бы 60%, 70% населения, все, история закончена. Но мы не знаем, будет ли 60% согласны вакцинироваться, ты знаешь? Да, конечно. Думаешь? Ну, конечно, от гриппа же делаются такое количество людей прививки, да, конечно. Ну, да, наверное, тогда. Ну, во-первых, поведут сразу все пожилых, я думаю. Да много. Я вот вчера рассказывал про то, как в Англии, например, они уже начинают вакцинацию в следующей неделе. Нашей вакциной. Они уже ее утвердили. И там есть 9 категорий. Первая, это 80 лет и старше, потом те, кто в Нортинг-Холмс, ходит в домах, потом и в итоге до 50 лет. Там вот эти 9 категорий до 50 лет. Остальные уже пожилания. А эти, скорее всего, будут прям заставлять реально действия, если нет противопоказаний. То есть в итоге... А, но если заставлять... Ну, на самом деле, смотри, я не знаю, там типа в армии, наверное, ребятам скажут. Обязательно. Опа, ребят. В России в следующей неделе тоже, скорее всего, прямо с армии. Там даже не спросят. С армии начнут. А здесь спросят или так скажут серьезненько. Я думаю, что, ну, как-то да, наверное. Но единственное, что мне не кажется, мне не кажется, что это будет один день. Что это будет вдруг. Оп. Не будет. Вот я такого не вижу. Все это как-то трансформируется. Все это как-то придет к чему-то другому. Но почему-то, по ощущениям моим, вот эти массовые какие-то такие традиционные вещи, которые мы все привыкли отвечать... Что, концерт не будет больше у нас? Я хочу концерт. Концерты? Нет. Это все вернется рано или поздно. Я говорю, ну, это вот не будет резко. А музыканты не погибнут все от безденежья за то время, что это происходит? Ты знаешь, они Бродвейни открывают минимум до следующей осени. Ты знаешь, я просто с жутким чувством вдруг осознавала вот в начале пандемии, в середине еще больше, а к концу вот сейчас уже осознаю вообще запредельно. Мои родители всю жизнь работали в театре. И я знаю, что такое индустрия театра. Опера и балета, оперетта, вот это все. То есть, представляете себе, друзья, родители в советское время ездили очень много, в каждом городе был театр, и почти в каждом театре была своя труппа. И они тусовались по... Там у них была определенная схема, и эта схема, короче, тусовала театры по стране, чтобы, например, одни постановки смотрели во всех... Короче, это была прекрасная схема. Гастрольная схема. Да, гастрольная схема. Это я так, мало ли, вдруг кто-то не в курсе, как это было в Советском Союзе. И вот, понимаете, друзья, представляете, какая индустрия умерла? И я вот думаю, если бы мои родители до сих пор сейчас работали в театре, наверняка бы сейчас... Ну, какие-то, я вижу, в Москве какие-то немногочисленные спектакли драматические, Юрий Грымов работает в спектакле. Ну, я кого-то смотрю, наблюдаю, что-то там у них идет. Но знаю точно, что, несмотря на всю пандемию, например, Омский музыкальный театр работает, ребята. Нет, а сейчас там можно. Вот. А вот в Нью-Йорке... Нельзя. Вот. Понимаешь? И поэтому я думаю, что тут есть какая-то у людей... Я не тоже сильно конспирологические теории вокруг себя раскладываю и думаю, какая из них правильная и какая нет. Но мне кажется, что это какая-то высшая цель к чему-то нас всех привести. Что, к отмене нашего массового искусства? Понимаешь? Но это очень плохо. Ты понимаешь? Вот, ну, в какой-то же момент, например, умер передвижной цирк. Нет такого искусства больше. Нет, ну, театр-то не должен умерять. Ну, что же это? Нет, не театр. Я говорю, это трансформируется во что-то другое. Например, обычный цирк, который был уличный. Помнишь, тоже там кибитки ездили, цирковые? Им построили здание. Нет, просто здание, ладно. И появился новый вид искусства. Цирк Дюссалей, я считаю, что это новый вид искусства в принципе. Ну, да. То есть это далеко не цирк, как мы его привыкли. Цирк-цирк. Он трансформировался, да, через цирк. То есть мне кажется, что должна пройти трансформация. Но только единственное, что очень жаль мне, как любителю всякой старины, скажем так, это то, что, может быть, какие-то постановки великие. Конечно, они все зафиксированы на бумаге или там где-то на видео уже, теперь, слава богу. Но какие-то великие постановки уже, ну, не то, что становятся неактуальными, а их все меньше и меньше дают, они все сложнее. И там, вот понимаешь, ну, опера Евгения Онегина. Я не знаю, когда такая массовая тема будет уже сейчас в Нью-Йорке. Ну, там... Так откроют Карнагихоу, так приедут ребята, я думаю. Ну, в общем, не знаю. Вот у меня какое-то странное чувство, что оно вроде бы все вот так должно быть, как идет. И вот почему-то еще, опять же, вот к старине возвращаться люди, по идее, должны сейчас как-то хотеть что-то, вспоминать, как было. Потому что новое, это хорошо забытое старое, мы все знаем, что-то вернется, что-то трансформируется. Но как-то будет по-другому. И одного дня победы над этой штукой, я думаю, что... Не будем делать, да? Ее не будет просто. Ну, как бы, такой вот... Не знаю. Одной точки ее не будет. По моим ощущениям, так. Мы вернемся после рекламы, друзья мои. Никуда, пожалуйста, не уходите от нас. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С трех до пяти вечера. Сказал. Как обрезал. Напоминаю, друзья, что со мной и с нами всеми Оля Тайсон-Шумова сейчас представляет новый проект New York Inside Me, который начинается с этого понедельника уже... Та-дам! Седьмого числа. Седьмого числа. С трех часов до четырех. А Бутик-политик возвращается в одночасовой формат. Как он... Каким он... С чем я тебя, Кирилл Валерьевич, и поздравляю. Лучше твое утреннее шоу сейчас это идеальный... Я знаю, что это. Лучший подарок для меня. Я знаю, что это, когда ты окучиваешь шесть часов. Шесть часов. Ай-яй-яй. Я знаю, что это. Да. Причем мне же, да, надо же еще... Ты понимаешь, напомнишься. Да. Ты понимаешь, чем. Понимаю. Давай почитаю нам сообщение. Нам пишет Таня, восемь, семь, десять. Оля и Кирилл, два моих любимых ведущих. Ой, как приятно. Да, приятно, спасибо, Танечка. Семьдесят два десяти. Ура, Оля в эфире. Вот. Ура. Ура. И вот еще. А семь из водителей, а как я скучаю по танцам. Вот нам пишут, видишь? Приятно же. Очень приятно. Люди пишут. Ребята, все наши. Спасибо, ребята. Я уже знаю, что вы уже... Восемь уже точно не отключитесь, да, от меня. Я приду. Восемь сегодня у нас четверг. У меня сегодня вечером с восьми до десяти опять классный музыкальный плейлист. Пытаюсь креативить последнее время. Развлекаю вас музыкой. Не бросайте меня, пожалуйста. Что там будет сегодня вечером? Сегодня, ну... Что, да? О! Вот ты меня сегодня в гости пригласил, а я тебе сегодня попрошу придумать мне музыкальную тему. Вот чтобы тебе было бы приятно слышать. Сегодня с восьми до десяти. Ты знаешь, умер Валерий Жаскарда Стэн, ты знаешь, вчера? О, нет. Вот. Какой французское кафе. Да. Правильно было бы. Первым музыкальным часом сделать французский. Или вторым. Большой человек был. Лучше первым, наверное, потому что люди... Второй час уже, ты понимаешь, люди уже хотят, может быть, какую-то более вечерно-ночную музыку. Ну, понимаешь, дело в том, что у меня есть опция поставить Францию бодренькое кафе, дневное, а бывает у меня прям лаунж французский. Угу. Угу. Вот меня больше вопрос волнует. Вот как сделать так, чтобы люди перестали из нашего города уезжать? Вот как нам это сделать? Хороший же город все равно. И он... Понимаешь, в нем есть дух свободы в этом городе. Знаешь, чем уникальный Нью-Йорк? Этого нигде больше нет в мире. Да. Ты сам себе принадлежишь, и никому нет дел. Это, может, то, что ты считаешь нужным делать. Понимаешь? Вот ты даже... Да. Это свобода, она есть. Она никуда не делась. И самое интересное, у тебя здесь получится, потому что здесь столько вариантов развития всего. И столько работы. Даже сегодня она есть, понимаешь? Даже странных работ. Ребята, у меня 22 января будет 6 лет работы на радиостанции здесь, на нашей, на радио Ройсей, да? Ровно 6 лет. Дело все в том, что я приехала в ноябре, и в январе я сидела... Я никогда в жизни бы не подумала, что в каком-то городе мира, не в российском, я найду за 2 месяца работу, на которую я положила всю свою жизнь. Работу по специальности, друзья мои. Это невозможно себе представить нигде. И я благодарна страшно людям, которые мне сказали таки, что езжай в Нью-Йорк. И, соответственно, всем остальным дальше благодарны тоже. Нью-Йорк уникальное место, да? Ты можешь здесь, если ты прикладываешь усилия, то ты все, что ты хочешь, можешь сделать. Да, но ты должен делать это искренне, естественно, потому что, ну, как бы честно, хорошо, потому что плохо не прокатит. И вот эти вот уголок обиженных, когда, знаешь, собираются, которые... Ой, ваш Брайтон. Ой, ребята. У нас Брайтон на самом деле, это огромный 10-километровый пляж. Об этом что же нельзя забывать? Пляж. А какая у нас марина. И лучший в мире среди больших городов. Надо это тоже не забывать. Конечно, чистый, прекрасный воздух. Песок белый. Ребят, у нас все есть. И когда я вот выбирала, я считаю, я переехала недавно в этот город. Ну, 6 лет-то очень мало. Мало, конечно. Вы все живете здесь по 30, некоторые даже больше. Кто-то здесь родился и живет здесь всю свою жизнь. И сколько бы ему не было лет, он все равно живет дольше, чем я, потому что это вся его жизнь. Он Нью-Йоркер. Да, да. Понимаешь? И поэтому я тут себя... Не то, чтобы в гостях. Нет. Я чувствовал себя дома с первых дней. Вот переехал, и вот как бы ты в новой квартире, ну, как бы ты переехал, это уже все твое жилье. Давай, поехали. Узнавай, где магазины, что, как, соседи. И у меня ощущение, что ты за границей, да? Нет. Я думал, что я приеду в Америку, и я почувствую себя за границей. А я удивился. Я приехал в Нью-Йорк, и я не почувствую себя за границей. Хотя отличается от Москвы. Но ты уехал из России. Из Москвы? Ну, в смысле из России. Да. Ты уехал из России, и ты не почувствуешь себя здесь, как в России. В любом городе России не так. Но Манхэттен похож на Москву в чем-то. Нет. Есть, есть. Послушай. Есть. Ты когда-нибудь общался вот в тусовке, да? Вот ты говоришь про людей, что манхэттенские ребята, которые живут там. Нет, нет. А, ощущение самого города? Город, да, город. Вот ощущение муравейника есть, понимаешь? Оно похоже на Москву. Нет. Вот в Париже другой муравейник. У меня не одинаково. Не возникало у тебя ощущение? Нет. Хотя я помню Москву, мне два года, и я на ВДНХ, и я в очереди к Ильичу. Годы, когда Москва была битком, и было реально... Она всегда битком. Ты знаешь, в какое-то время стало вдруг в метро битком, а на улице не так уж и битком. Ну да. То есть можно было пройти. Понимаешь? В метро битком. А раньше было в метро пусто, а на улице были полны народу. Так было тоже. Так было, да. Там старые фильмы, посмотрите, вот, ребята, это сразу видно. И у меня не это ощущение. Все-таки Москва это Москва, при всей ее... Ну, она более... Нет. Ну, она Европа. Я не могу сравнить это. А я чувствую, вот по энергетике Манхэттен очень похож. Вот не каждый большой муравейник, большой город, даже с большими зданиями похож на Москву. А Манхэттен именно похож. Не знаю. Такое у меня ощущение возникает. Ну, я думаю, что, может быть, французу, который переехал сюда 25 лет назад, Манхэттен похож на какое-то, может быть, место Фарма-Франции, если человек живет где-то. Нет, не похож. Слушай, я говорю образно. Человек хочет увидеть в месте, где он живет, хотя бы капельку того, что он любил давно. Наверное. Изначально. И он видит серую стену и вспоминает серую стену своего детства в своем доме двухэтажном. А видит серую стену 19-этажки где-то в каком-то вообще другом городе. Ну, грубо, да? И рядом пальма. И все равно у тебя срабатывает что-то и тебя откидывает куда-то в детство и поэтому тебе приятно. И вот ты согретый воспоминаниями живешь дальше. Вот со мной согласна. Таня 8-7-10. Москва и Нью-Йорк похожи, да. Видишь? А мне вот так не кажется. А это дело субъективное. Друзья, вы слушали Оля Тайсон Шумо. Спасибо большое. Спасибо огромное, что пришла. Спасибо, что позвал. И с понедельника слушайте Нью-Йорк Инсайдми уже на радио РСС с 3 до 4. А Бутик Политик с 4 до 5. До встречи в понедельник, друзья. Аккуратненько там. Берегите себя. В выходных я сейчас как ведущий Бутик Политик прощаюсь, но завтра мы встретимся с вами в утреннем шоу с Божьей помощью. Берегите печень. Это самое главное. Печень, да, Оль? Чтобы все берегли. Наверное. Да, берегите печень. Бутик Политик с понедельника по четверг с 3 до 5 вечера сказал Как обрезал.